На церемонии открытия родные и друзья. Люди, знакомые с мастером лично, и воспитанники школы, которые знают Александра Алонцева только по рассказам педагогов. Даже смерть не смогла внести коррективы в объединяющую силу настоящего таланта, настоящего искусства. Порядка двух десятков работ, представленных на выставке, это лишь малая часть творений художника. К слову, несколько картин дочь мастера передаст в дар школе изобразительных искусств. Это действительно очень для меня значимый день, для меня, для моей семьи, мне кажется, и для всех людей, которые прикоснулись к этой школе. Потому что сегодняшняя выставка открывается в год, когда школа празднует свой юбилей, когда ее первый директор празднует свой юбилей. Ну и можно сказать, что это, наверное, заслуженная выставка папина, потому что он мечтал всегда, чтобы в школе было как можно больше его произведений, чтобы дети не просто учились в него на уроке, а учились его собственным примером. Наследие Александра Олонцева – это не только картины. 25 лет он стоял у руля школы и за этот период воспитал не одно поколение художников. Признание его заслуг – присвоение имени Александра Александровича учреждению дополнительного образования. Для последнего, к слову, 2016 год – юбилейный. История школы началась 40 лет назад, с небольшого помещения и десятка учеников. Сегодня здесь художественные премудрости постигают более полутысячи ребят, и каждый из них – это яркий штрих в общий портрет юного брестского художника. Сейчас в школе занимается 42 группы, и это больше 500 детей, где-то порядка 540, наверное. Половина из них – это базовая школа, первые и пятые классы, и половина – коммерческая школа. Коммерческая школа – это дети маленькие студийные, студия юный художник, потом идут подготовительные классы. Это те дети, которые готовятся поступать в первый класс. И вечерние группы, мы их так называем, это дети, которые уже по возрасту не успевают пятилетку закончить школы. У них трехлетняя программа сокращенная. В списке мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты, учреждения дополнительного образования, выставка Александра Алонцева – событие яркое и долгожданное, но не единственное. В планах администрации школы – проведение камерной выставки детских работ под названием «Эрмитаж в Эрмитаже», а также открытие большой экспозиции в Центральном выставочном зале.